В этом году 17 субъектам, включая Ульяновскую область, предстоит избрать депутатов законодательной ветви власти. Подготовка началась давно. Избирательная кампания стартовала 8 июня. Сейчас самая активная фаза перед агитацией. Избирком региона принимает первые документы по выдвижению кандидатов. Выдумалось на сегодняшний день и уже, кстати, заверены списки семи политических партий. Это Коммунистическая партия Коммунисты России, Коммунистическая партия Социальной Справедливости, Справедливая Россия, ЛДПР, Гражданская платформа, Патриоты России и Родина. Подают необходимые документы партии «Единая Россия» и КПРФ последний день и час для всех участников гонки 8 июля в 18 часов. Правила простые. То есть партии приносят определенные законные документы. Это список кандидатов, которые включены в состав выдвиженцев. Это решение политической партии или региональное отделение политической партии о выдвижении списка. А также иные документы, связанные уже с техническими вопросами, в том числе финансовыми. Комиссия принимает окончательное решение о заверке списка в течение трех дней. Далее очередной этап работы уже для определенных партий, которые обязаны собрать подписи. К таким не относятся четыре парламентские – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Чем может быть интересно эта избирательная кампания? Курсом на обновление буквально все политпартии понимают, что если в списках будут узнаваемые рабочие кандидаты, то и агитационные усилия можно будет не форсировать. До последнего времени в региональном парламенте не была представлена партия «Справедливая Россия», а теперь она тоже переживает обновления. Региональное отделение возглавил Михаил Сычев, известный в регионе своей работой во власти. С этой фигурой местные политологи связывают возвращение интереса к вопросам, считавшимся коньком эсеров. Например, защита прав граждан в ЖКХ. В представленном областном списке 47 кандидатов от «Справедливой России». 7 июля в избирательную комиссию области уполномоченным представителем избирательного объединения Ульяновское областное отделение политической партии и Коммунистическая партия Российской Федерации представлены документы для заверения областного списка кандидатов. Таковых 59 КПРФ активно критикует действующие власти, не брезгуют несанкционированными митингами, причем в региональных отделениях это заметно гораздо больше, чем в столичных. Либерал-демократов в областном списке представляют 48 человек. Партийные силы направлены на аргументированный ответ вызовам сегодняшнего времени. Но яркого лидера, способного затмить главу партии Владимира Жириновского, в регионах пока не подготовили. Здесь предпочитают привычные форматы работы с избирателями, встречи, курсирование партийного поезда по стране и сбор проблемных адресов. Уже заверены областные списки кандидатов в депутаты от региональных отделений партий «Патриоты России» и «Гражданская платформа». Самый внушительный список – 90 кандидатов от «Единой России». Высока вероятность, что состав шестого созыва Заксобрания может кардинально измениться. В ряды опытных депутатов рвется активная молодежь, у каждого из них есть свое видение работы и стратегия. Все это кандидаты доказывали на праймере с досрочным обсуждением. Одним из главных и ключевых проектов, который станет Ульяновская область территории возможностей, я не просто говорю так слово «проект», хотя все его достаточно сильно осуждают, проект – это такое яркое, большое событие, которое возьмет в себя 12 направлений. Речь о направлениях 204-го закона, выдвинутых президентом после инаугурации. Среди прочих – экология, демография, предпринимательство, культура и работа с молодежью. Самый главный спектр, я считаю, это работа с молодой творческой интеллигенцией города, объединение в Советы молодых специалистов. Я вот сам являюсь председателем Совета молодых специалистов, преподавателей детских школ города Ульянска. Мы хотим расширить наш совет, подключить сюда область, потому что проблемы города и проблемы области, они совершенно разные. Для области могут открыться новые перспективы, если в депутатский корпус вольются активные и честные, с желанием работать на благо региона. Действующие профессиональные депутаты не отменяют наставничество, и неважно при этом, какую политическую силу депутат представляет, главное – развитие родной территории. Предвыборная агитация в области начнется 11 августа за 28 дней до голосования и прекратится в полночь 8 сентября. Анжела Забаштаги, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Продолжение следует...